Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это седьмой эпизод четвертого сезона моего подкаста о судьбах и событиях, объединяющих Россию и Америку. Сегодня, когда российская пропаганда усердно рисует образ заокеанского врага, мои собеседники разрушают этот образ. На злобу дня мы отвечаем историями о тех, кто строил мосты, а не стены. Нашего героя зовут Борис Морос. Рассказывать о нем будет мой старый друг и коллега Александр Васильев. Он когда-то служил в КГБ, но в феврале 90-го года уволился по собственному желанию. Спустя три года пресс-бюро службы внешней разведки предложило ему поработать над книгой на основе архивных материалов. Ему никто не мешал конспектировать архивные дела и не брал с него подписку о неразглашении. Книжный проект не состоялся. Саша давно живет в Лондоне. На базе собранных им материалов он в соавторстве с американцами написал две книги, а конспекты свои выложил в открытый доступ. Саша, без долгих предисловий. Кто таков Борис Морос и чем он нам интересен? Борис Морос, я думаю, что он самый колоритный персонаж в истории советских операций в Соединенных Штатах. Может быть, вообще в истории советских разведопераций. Это такой Хлистаков в шпионаже. Причем у него же очень длительная карьера была. Его завербовали в 1934 году. А заявил себя как двойной агент, который работал на ФБР где-то в середине 1950-х. То есть эта связь продолжалась там 15 лет. Даже, подожди, 20 лет продолжалась эта связь. Его дело, насколько я помню, его личное дело составляет 5 увесистых томов. Я очень хорошо помню это. Вот эти толстые тома его. Он родился в России, в еврейской семье, в которой было еще, кроме него, пятеро сыновей и две дочери. Но он единственный из них, кто умудрился сбежать из Советской России в начале 1920-х годов. Он, в конце концов, оказался в Соединенных Штатах. Причем устроился там хорошо. Он обосновался в Калифорнии, в Голливуде. И он устроился на работу в Парамоунт. И был там продюсером, музыкальным продюсером. Он отвечал за музыкальное сопровождение кинофильмов, которые, в общем, совсем недавно, на тот момент, стали звуковыми. И он отвечал за музыку. Биографию Мороса, он же Борис Менделевич Мороз, мы знаем в основном с его собственных слов, которым трудно доверять. Он, например, явно исказил обстоятельства своей эмиграции. Я попробовал их проверить, концы с концами не сходятся. Уже обосновавшись в Голливуде, он плел о себе всяческие небылицы. Но музыкантом и очень хорошим он действительно был. Да, у него музыкальное образование. Тут, конечно, надо быть очень осторожным, потому что вот эта часть, ранняя часть его биографии, она, в общем, исходит от него. И там чуть ли он не у римского Корска учился. Там много всего было. Я думаю, что это все брехня, вот, честно говоря. Но неважно. Чтобы представить, что рассказывал о себе Морос, процитирую статью в голливудском журнале 1939 года, написанную явно с его слов. Родившемуся в Санкт-Петербурге Моросу было 4 года, когда отец усадил его за рояль и велел заняться делом. В 6 лет ему дали виолончель. А еще через несколько лет он стал учеником римского Корсакова в императорской консерватории. В 16 лет Борис занял после своего отца место дирижера царского оркестра. Он жил во дворце, ежедневно преломлял хлеб с членами царской семьи и каждый год получал в подарок от батюшки царя бриллиант громадного размера. Даже суровый Распутин подарил ему четки. Сделанные из полудрагоценных камней, эти четки имели удивительное свойство. Они меняли цвет в зависимости от времени года и приносили удачу всякому, кто касался их. Неужели же ему верили? Ведь это явный степ. Но все дело в том, что в Голливуде, как мы уже однажды говорили, обожали самозванцев. А на Лубянке, похоже, нет. Как же его завербовали? К нему из Советского Союза приехал отец. Когда я об этом прочитал в деле, меня это сильно удивило, потому что я думал, что советским гражданам в 30-е годы было невозможно выбраться за пределы Советской России. Это было легче в 20-е годы, но в 30-е уже, когда там был сталинизм и все прочее. И тем не менее, отцу удалось приехать к сыну в США. В Америке его отцу не понравилось. И он поехал назад. Кое-что он прикупил из американских товаров. И я помню, что у него возникли проблемы с таможней. То ли их не пропускали в Советский Союз вообще, то ли с него требовали какую-то пошлину гигантскую. Короче говоря, он вместе с сыном, с Борисом, пошел в Советское консульство в Нью-Йорке и попал на одного из оперработников, которые, значит, занимались, естественно, консульскими делами, поскольку они были дипломатами по прикрытию. Они выполняли, как бы, у них было две работы. Шпионская и обычная дипломатическая. Ему помогли, значит, его отцу помогли. По-моему, это был граммофон. Помогли провести в Советский Союз граммофон. Но взамен попросили у Бориса в мягкой форме, не мог бы он чем-нибудь помочь советским представителям в их работе в США. И Борис согласился. Он сделал, кстати говоря, очень важную вещь, благодаря которой ему потом еще очень долго доверяли в советской разведке. Был такой, ну, очень известный разведчик Василий Зарубин. У него жена была тоже оперработница Лиза, Лиза Зарубина. И Зарубины во второй половине 30-х годов, значит, их отправили в Германию. Причем в качестве прикрытия они организовали так, что Зарубин в Германии работал как представитель компании «Парамаунт». Борис оформил их официально как представителя «Парамаунта» в Германии. В общем, документы все были не фальшивые, а настоящие. И потом Борис переводил в Германию деньги Зарубину как бы от компании «Парамаунт». Я не знаю, насколько успешна была деятельность Зарубина в Германии. Вот то, что он не был Штирлицем, это совершенно точно. По-моему, он провел там три с половиной года. Если мне не изменяет память, я видел документ всего один, письмо Зарубина в центр, в Москву, в котором он говорил, что, в общем, оперативных возможностей здесь у меня нет. И чуть ли он не предлагал отозвать, чтобы его отозвали назад в Москву, потому что то, что он там делает в Германии, это трата времени и денег. В общем, у меня сложилось впечатление, что он там никаких каких-то таких оперативных совершений, в общем, таких вот чудес он не совершил. Но сам факт того, что он там продержался три с половиной года, как официальный представитель «Парамаунта», это, конечно, сыграло на руку Борису Моррису в дальнейшем. Когда Зарубина назначили резидентом в Нью-Йорке, а Нью-Йорк тогда был основной точкой советской разведки в США, не Вашингтон, а Нью-Йорк, ну, традиционно сложилось. Вот Зарубин стал главным человеком от советской разведки в Соединенных Штатах. И когда он приехал, то он, естественно, вспомнил Морриса, которому он доверял. И у него родилась идея. Очень красивая идея, кстати говоря. Операция «Аккорд» это называлась. «Аккорд» «Аккорд» Тут начинается история Марты Дот и ее мужа Альфа Дестерна. Марта Дот была дочерью американского посла Уильяма Дот в нацистской Германии. Он был назначен послом в 1933 году. Он был антигитлеровцем, нацистов терпеть не мог. Но тем не менее, значит, его отправили в Берлин. А Марта Дот, его дочь, вела там светский образ жизни. Она ходила по приемам, у нее были любовные связи со всеми, кому был не лень. С дипломатами, с нацистскими офицерами. У нее был роман со вторым человеком в германских военно-воздушных силах. Второй человек после Геринга. Удет, по-моему, звали. Эрнст Удет, красавец-мужчина, в молодости снялся в нескольких игровых фильмах. В 1941-м покончил с собой. А еще были французский дипломат Арман Берар, будущий нобелевский лауреат биофизик Макс Дельбрюк, начальник гестапо Рудольф Дильс, а пресс-секретарь Гитлера Эрнст Ханфштенгель будто бы прочил ее фаворитке самому фюреру. Он устроил им встречу в отеле Кайзерхоф. Нет, не в номере, а в ресторане. Но дальше дело не пошло. Впоследствии Гитлер выразился о ней так. Подумать только, во всем министерстве не нашлось никого, кто смог бы вонзить когти в дочку бывшего американского посла Дода. А ведь к ней не трудно было подкатиться. Девчонку надо было прибрать к рукам. А старина Дод был болван. Его запросто можно было посадить на крючок с помощью дочери. Одним из ее мужчин был советский дипломат Борис Виноградов. Виноградов не был оперработником. Он был, то что называется, привлеченным. То есть он не был офицером. Он время от времени выполнял просьбы советских разведчиков. И одна из их просьб была поддерживать тесные отношения с Мартой Дод. Марта Дод влюбилась в Виноградова. Как она говорила потом, что-то в этих русских мужчинах было этакое, что, в общем, действовало на нее магическим образом. Короче говоря, она влюбилась в нее со страшной силой по уши. Причем дело дошло до того, что она обращалась официально к Сталину с просьбой разрешить им пожениться. В ее деле есть письмо ее Сталину. Она приезжала в Москву. Она встречалась с человеком, который, как она думала, был высокопоставленным функционером Коминтерна. Короче говоря, ее завербовали. И первое время она думала, что она работает на Коминтерн. Но потом она, в общем, поняла. Вербовка произошла не только потому, что у нее были такие прокоммунистические, просоветские взгляды, но это также романтический момент. Она была завербована за счет ее любовного интереса к Виноградову. Она очень надеялась, что они поженятся. Есть такая версия, которую она, по-моему, сама активно распространяла. Что, мол, она разочаровалась в нацизме после «Ночи длинных ножей». На самом деле она сначала влюбилась в Виноградова, а уж потом разочаровалась в нацизме. Ну, как чеховская душечка. Кстати, ее роман с Виноградовым подробно описан Эриком Ларсеном в книге «В саду чудовищ», в которой автор ссылается и на моего сегодняшнего собеседника. Именно по записным книжкам Александра Васильева он цитирует их любовную переписку. Ну и резолюцию на одном из писем. С этой аморалкой надо кончать. Виноградов жениться не хотел. Потом он, наверное, пожалел, потому что в 1938, по-моему, году его отозвали в Москву, посадили, а потом расстреляли. Я не помню, за что, за то, что он был то ли троцкистом, то ли немецким шпионом, то ли то и другое одновременно. Короче говоря, наверное, в этот момент он пожалел о том, что не стал жениться на Марте Дот, потому что у него была возможность уехать в Америку вместе с ней. Марта Дот не знала, что он был расстрелян, она все пыталась вступить в контакт с Виноградовым. Ей не говорили о том, что его расстреляли. Но она, значит, вышла, в конце концов, вышла замуж за Альфреда Стерна, который был до этого женат на очень богатой, значит, женщине. Потом они развелись, и в результате развода он получил где-то в районе миллиона долларов. По тем временам это была крупная сумма. Этот Стерн, Альфред Стерн, у него тоже были такие прокоммунистические, просоветские взгляды, и Марта Дот увлекла его сначала в коммунистическую партию, а потом она его завербовала в качестве агента советской разведки. В общем, была такая энергичная очень женщина. Образовалась такая агентурная пара, фактически, у которых были кое-какие связи в американском истеблишменте. У Василия Зарубина возникла эта идея организовать фирму, музыкальную фирму, которая бы печатала ноты, ну, всяких популярных, видимо, песен. Возглавить эту фирму должен был Борис Морос. Деньги на нее дал Альфред Стерн. Он дал своих денег в 130 тысяч долларов. По нынешним временам это более полутора миллионов долларов. Около трех даже. А идея была в том, что эта фирма должна была стать прикрытием для советских разведчиков. Эта фирма могла их направлять в другие страны, как своих официальных представителей. Через эту фирму, значит, можно было переводить деньги. В общем, это была красивая очень идея. И кое-что на самом деле получилось. Но, конечно, Борис Морос был, как мы уже сказали, хлистаков. А бизнесмен он был довольно плохой. Обратный адрес. Агент Лубянки в Голливуде. Продолжим через полминуты. Гуманитарный коридор – разговор о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах. Обратный адрес. Агент Лубянки в Голливуде. Нашего героя зовут Борис Морос. Рассказывать о нем будет мой старый друг и коллега Александр Васильев. Деньги они стали терять. Потом у Мороса возникла идея перепрофилировать бизнес. Вместо того, чтобы печатать ноты, он решил выпускать пластинки. Граммофонные пластинки. Это потребовало гораздо больших вложений. Кроме того, возникла проблема с качеством дисков. Качество было так себе, насколько я понял. И, короче говоря, начались эти проблемы между Моросом и советской разведкой. Потому что он начал просить все больше и больше денег. Деньги, которые дал ему Альфред Стерн, он потерял. Возникла проблема между Зарубиным и Альфредом Стерном теперь. Потому что советская разведка отвечала перед Стерном за эти деньги. Они компенсировали ему 100 тысяч долларов. Они ему компенсировали. Потом обещали, что помогут ему провести какую-то деловую операцию с Советским Союзом, что поможет ему возместить все его убытки. Короче говоря, этот бизнес, он не очень получился. Здесь я с тобой не соглашусь. У него была деловая хватка. И он был настоящим профессионалом. Одним из 18 директоров студии Paramount Pictures. Во-первых, три фильма, в создании которых участвовал Морос, номинировались на Оскар. Именно за музыку. В 1937, 1938 и 1939 году. Именно он придумал выпускать саундтрек отдельной пластинкой. Этой первой пластинкой стала в 1945 году музыка к знаменитому блокбастеру Хичкока «Завороженный». Он появлек в кино выдающихся классических композиторов, таких как Джордж Антейл, например. И Антейл потом много и очень успешно работал в кино. Во-вторых, компания Мороса American Recording Artists заняла очень заметное место в индустрии звукозаписи. Ее пластинки не раз становились хитами. Постоянно попадали в лидеры продаж в первой строчке чартов. Он открыл целый ряд имен. Назову хотя бы Хоги Кармайкла, Боба Кросби, Фрэнсис Лэнгфорд, Фила Харриса и его оркестр. Это громкие имена. И все они начинали у Мороса. Именно он их раскрутил. А запись ватиканского хора – это была сенсация. Первая подобная пластинка в мире. И уж, конечно, фирма грамзаписей была гораздо более прибыльным предприятием, чем нотное издательство. Чтобы продемонстрировать несостоятельность утверждения о том, что Моррис был плохим бизнесменом, я использовал записи его фирмы в музыкальном оформлении этого эпизода. С качеством этих записей тоже все в порядке. Вот еще одна пластинка. Хит 46-го года. Покер-клуб в Дарктауне. Фил Харрис. Фил Харрис. Кстати, вот этот интересный момент, наша с тобой дискуссия, потому что ты на Бориса Мороса смотришь с точки зрения шоу-бизнеса, каким он был, кого он там продвинул, кого он записал. А я смотрю на него с точки зрения оперработника. Мы не будем забывать, что все это дело было начато для того, чтобы шпионить. Да не надо было делать из него шпиона. С его связями, знакомствами из него можно и нужно было делать агента влияния. Инвестировать в него нужно было, а не крохоборничать. Ты прав, но и я прав, как ни странно. Ты вспомни, какие это были годы, да, это была война, потом разруха. Но сколько можно было закачивать денег в какого-то Бориса Мороса, и непонятно, что из этого еще получится, да. А то, что он, в общем, по натуре хлистаков и большое трепло, это подозрение возникло уже в конце 30-х годов, когда к нему там приехало двое оперработников, один за другим, отдельно, друг от друга. Стерн, я думаю, они доверяли, и Марти Дот, я думаю, они доверяли больше, потому что они все-таки не были такими хвостунами. Хотя Марти Дот была немножко, но Стерн производил, я думаю, получше впечатление. Стерн оказался злым гением всего предприятия. Он числился вице-президентом и на этом основании с первого дня стал вмешиваться в работу фирмы, хотя не разбирался ни в музыке, ни в шоу-бизнесе. Он изводил Мороса своими вздорными претензиями, потребовал подчинить себе отдел продаж и завалил продажи. Руководствовался собственной вкусовщиной, а не интересами рынка. Еще во времена нотного издательства Стерн настаивал на изменении названия песни «Читанога Чучу». Мол, оно слишком вульгарное. Это при том, что вся Америка знала ее именно под этим названием. Ну а кроме того, резидентура использовала счета фирмы как свой собственный карман. Обо всем этом Морос рассказывает в своей книге. И в этом случае я готов ему верить. Это очень интересно, когда читаешь вот эти документы, видишь, что эти дискуссии по поводу Мороса, они происходили даже в центре, между оперработниками. Причем в разное время побеждала та или иная позиция. Одни руководящие сотрудники говорили, ну это же трепло, и вообще его надо отозвать в Москву, и как следует с ним разобраться. Особенно, когда он начал говорить про то, что он был лично знаком с Лаврентием Павловичем Берией, который его отправил на разведработу в Соединенные Штаты в начале 20-х годов, ну это просто смешно. Эти разногласия, эти разные оценки, они существовали даже в центре, даже на Лубянке. Не то, что мы сейчас с тобой спорим, да, там, рассматривая это дело с разных точек зрения. Но даже на Лубянке к нему было разное отношение у разных людей и в разное время. Подумай только, он состоял в доверительных отношениях с кардиналом Спелманом, которому все тогда прочили святой престол после смерти Пия XII. С дочерью президента Трумана он был знаком. Она была певицей и искала протекции в шоу-бизнесе. Морос был по ее приглашению в Белом доме, ужинал в частном порядке с ней и с ее родителями. С губернаторами общался, с членами Конгресса. В шоу-бизнесе знал вообще всех и со всеми поддерживал прекрасные отношения. В одном из донесений сказано так. Связи его действительно огромные и разветвленные. Стоит с ним показаться на улицах Парижа, и вы сами увидите, какое количество знатных людей буржуазного мира не дают ему прохода. Нужно было пользоваться этим, но не ради мелких шпионских сведений, а ради влияния на этих людей. То, что ты мне рассказываешь сейчас про его достижения в области музыкальной индустрии, я этого, кстати говоря, не знал. Я с большим интересом тебя слушаю, потому что в деле этого нет. Есть только вот эти рассказы Мороса о своих связях, которые либо брехня, либо не брехня. А вот то, что ты мне сейчас рассказываешь про чарты, про то, что он был первым, который выпустил какую-то пластинку, вот этого я не знал. В конце концов, ему все это надоело, и он пошел в ФБР сдаваться. Ты думаешь, он сам пришел? Я, честно говоря, не помню. Мне кажется, они на него наехали, он во всем признался. Когда Морос окончательно расплевался со Стерном, он решил продать компанию, чтобы потом создать новую по производству фильмов. Ну а процедура продажи – это прежде всего аудит. Какие на компании обременения. И тут выяснилось, что финансы компании, стараниями Стерна и резидентуры запутаны до крайности. Непонятно, откуда брались деньги, непонятно, куда они уходили. Морос понял, что выбор у него небольшой. Или в тюрьму идти за финансовые преступления, или в ФБР. Он пошел в ФБР. Вообще, если посмотреть на это все, весь этот бардак, мне это напоминает историю с теми нелегалами, которых арестовали в США 12 лет назад. Очень много шума, очень много расходов, какой-то суеты такой оперативной, из которой, в общем-то, ничего конкретного не получается. Моросу ведь угрожали репрессиями против членов семьи. У него осталось пятеро братьев и две сестры в союзе. Они посадили четверых братьев отдельно друг от друга. Одного расстреляли, как врага народа, в 1938 году. Другим сократили сроки и отправили на фронт. Один из братьев проявил героизм на фронте и был награжден орденом Красной Звезды и медалями за взятие Варшавы и за взятие Берлина. То есть, это был геройский парень, который сначала сидел, потом воевал геройски. Вот когда они были репрессированы, разведка, оперработники, они, в общем, обеспокоились, потому что у них не было влияния на эти процессы. Тут вот интересно посмотреть, как одна рука НКВД не знает, что творит другая. То есть, внутренние службы кошмарят семью Мороса, а разведка заинтересована в том, чтобы он продолжал работать. Хочешь сказать, его не шантажировали? Это не был шантаж. Разведка не имела никакого влияния, что делает НКВД внутри страны. Они не могли никак ему помочь. Но ведь сократили же им сроки. Может быть, это все, что разведка могла сделать. Отцу разрешили уехать в США, и он уехал в США в 42-м году, представляешь, во время войны. В документах видна тревога по поводу того, как вообще Борис Морос отнесется к тому, что его братья были репрессированы, а один вообще был расстрелян. Они очень боялись, что когда отец приедет к нему, отец расскажет, что там происходило с его братьями, Борис Морос пошлет их куда подальше и перестанет сотрудничать. Этого не произошло. Морос продолжал сотрудничать. После ликвидации фирмы «Грамзаписи» Морос действительно создал кинокомпанию и в 47-м году выпустил на экраны игровую картину «Карнеги Холл» с низом словатым сюжетом, но с участием выдающихся музыкантов. Яша Хейфец, Леопольд Стаковский, Артур Рубинштейн, Вальтер Дамрош, Грегор Пятигорский. Просто ослепительное созвездие. Фильм шел во всем мире с огромным успехом и принес немалую прибыль. Оперативники резидентуры докладывали об этом даже с каким-то удивлением, ведь прежде они убеждали центр, что Морос – бизнесмен совершенно беспомощный. Далее у Мороса появляется идея производства в России телевизионных музыкальных фильмов для показа в США, потому что в США телевидение уже получило широкое распространение. Но генералам не нужен журавль в небе. Они велят ему собирать компромат на семью президента, на кардинала Спеллмана, на генералов и их жен. Допустим, вот ты говоришь «агент влияния». Если какой-то человек, допустим, в Америке проводит выгодную России или Советскому Союзу политику, выступает с заявлениями или снимает фильм, ни в коем случае не надо к нему подходить оперработникам. Ни в коем случае. Потому что они все испортят. От него надо держаться как можно дальше, чтобы не испортить ту работу, которую он и так делает. Оливер Стоун, допустим, снимает фильм или делает интервью с Путиным, да? Ну и хорошо. Пусть делает. И не надо к нему подводить каких-то оперработников, которые бы приглашали его в ресторан и вправляли ему мозги насчет того, какие фильмы надо снимать. Это абсолютно не нужно. Это только все испортит. Человек работает? Пусть работает. В 1956 году Марта Дотт и Альфред Стерн стали получать повестки на допрос. Они в это время жили в Мексике и решили не дожидаться экстрадиции. Супруги добрались до Чехословакии. В советском гражданстве им было отказано. Они улетели на Кубу и прожили там 7 лет, после чего вернулись в Прагу. Альфред скончался там в 1986 году. Марта на 4 года позже. Борис Морос в августе 1957 года выступил с публичными разоблачениями советской шпионской сети. Сам он, по его словам, никогда в жизни не был шпионом. Излагая признание агента-двойника, газеты повторяли старые россказни о царе и Распутине. Он стал соавтором сценария о себе самом и объездил всю Америку с премьерными показами. Но с большими бизнес-проектами было покончено. Морос умер в Нью-Йорке в январе 1963 года. Голливудский бизнес советской разведки. С нами был писатель, журналист, историк разведки Александр Васильев. Обратный адрес. В эфире «Свободы» каждую пятницу в 18.05 по Москве с повторами в выходные и на следующей неделе. Кажемусу.